Артём, ты что, больной что ли? Ну опять видео про смуту, ты понимаешь, что это ты уже, поехавший совсем, ну сколько можно? Сколько нужно, господа? Последний ролик про смуту набрал более чем 90 тысяч просмотров, и я, как главный амбассадор этой величайшей игры, буду делать эти ролики, пока на них есть спрос и инфоповоды. А они, поверьте, есть, ведь, как я говорил в предыдущем видео, посвящённому смуте, кринж никогда не заканчивается. Всем респект, братва, с вами Радио 120, видео про смуту, и сегодня мы снова покринжуем с нашего любимого исторического шедевра. Благодаря разработчики из Саберия Нова продолжают подкидывать нам поводы для этого. С момента предыдущего ролика прошло более трёх месяцев, и я, если честно, думал, что после всего этого кринжа, что мы наблюдали с момента релиза, меня уже ничем не удивить. Однако у разработчиков смуты это всё же получилось. Да ладно, да ладно. Присаживайтесь поудобнее, видео будет насыщенно, берите что-нибудь вкусненькое и готовьтесь порофлить, ведь я надеюсь, вы понимаете, что все эти видео про смуту я делаю не чтобы держать вас в курсе всех обновлений и событий, которые происходят вокруг нашей любимой игры, а чтобы как следует зарядиться кринжовым позитивом. В этом видео мы с вами почитаем комментарии в группе ВК, чтобы понять, как же обстоят дела среди настоящих фанатов игры смута, какие у них настроения и так далее. И да, если вы думаете, что настоящих фанатов смута не существует, вы очень удивитесь. Кроме того, мы поиграем с вами в новую мобильную версию нашего любимого шедевра и, конечно же, обсудим с вами самое крупное обновление с момента релиза, которое так и называется смута 2.0. Короче, как всегда, у нас есть над чем порофлить. А вы не забывайте подписываться на канал, если вам понравится видео, оставлять лайки. Ну и, как всегда, самых активных я жду в Телеграме и на Твиче, стримы у нас проходят практически каждый день. Ну и не забывайте про бусты, у нас на канале нет рекламы, и если будет очень сильное желание меня поддержать финансово, то подписывайтесь, там я выкладываю неудачные дубли со всех своих роликов. Итак, для начала я бы хотел с вами поделиться кое-чем откровенным. У меня существует такое, так называемое, guilty pleasure, то есть постыдное удовольствие. Я люблю заходить в группу ВК игры смута и читать там комментарии, которые пишут подписчики в ответы на посты разработчиков. Такого количества хуливора вы не найдете нигде, даже под моими роликами про Starfield и Stalker 2. Конечно же, абсолютное большинство людей в комментариях настроены к игре негативно. Я думаю, это те бедняги, которые не смотрели мои ролики, а только рекламные материалы, и которым хватило наивности купить смуту в ВК плей. И теперь, конечно же, они не могут сделать рефанд, ждут обнов и надеются, что игру все-таки починят, исправят и доведут до ума. Вот это была ошибка. Но есть там и великолепные индивидуумы, которые считают, что смута это уже хорошая игра. Да, я понимаю, после выявления огромного количества хвалебных комментариев от ботов, может показаться, что эти люди тоже боты. Однако некоторые люди там ведут реально большие споры с теми, кому игра не нравится, доказывая, что игра вообще-то так-то отличная. И вот вам как пример спор двух челиков. У одного из них, кстати, вполне адекватная позиция, я бы даже сказал, какая-то слишком мягкая. Он пишет, разрабы замахнулись на то, что им не под силом, надо было сделать что-то простенькое, а так получилась игра без геймплея. Но в комментах появляется один очень агрессивно настроенный защитник игры. И начинает со всеми спорить. В общем, это достойный диалога в стиле Warcraft 3. Не волнуйтесь, он мало того, что потешный, еще и касается основной темы сегодняшнего ролика. Итак, поехали. А с чего ты взял, что там нет геймплея? А с чего ты взял, что есть? Потому что я играл в нее. Чел, я тоже в нее играл, и сильно дольше, чем хотелось бы. И я присоединяюсь к этому тезису. Геймплея в нормальном его понимании в этой игре нет. Но да, номинально там какой-то геймплей, конечно, есть. Ведь надо на кнопки нажимать. А ты на основании чего сделал вывод? Я думаю, сейчас даже и смысла нет что-то тут разъяснять. Ну то есть ты не играл и сделал вывод откуда-то со стороны, что якобы в игре нет геймплея. Вместо того, чтобы доказать какими-то аргументами, что в этой замечательной игре все-таки есть геймплей, рассказать какой он, наш защитник просто откровенно докапывается до собеседника. Пытаясь аргументировать свою позицию не примерами геймплея из игры, а тем, что мол, да ты просто не играл, что ты тут вообще про геймплей рассуждаешь. Это ты сделал вывод, что я не играл, при этом обвиняешь меня в моих выводах, о которых я тебе вообще не писал. Гений. Потому что ты ушел от ответа. Поэтому делаю вывод, что тебе не хочется признаваться, что не играл. Объяснишь свой тезис, что в игре нет геймплея? Нет, не вижу смысла объяснять, почему дерьмо воняет. Видно, что чувак не хочет вообще никак по полкам раскладывать нашему обожателю смуты. Почему эта игра действительно дерьмовая? Ну, понятное дело, для этого есть такие видео, как это. Однако обожатель не перестает докапываться, при этом вообще ни слова не говорит про саму игру. То есть ты просто вбросил чьё-то мнение от своего лица, но объяснить это мнение не можешь. Ты разраб этой игры. А вот и пошла защитная реакция. Нет, я не разраб игры. Я тот, кто в неё играл. Но если бы ты был разрабом, тогда я мог разъяснить. Так чисто помочь тебе разъяснять я смысла не вижу. И тут, видимо, просто уже не выдержав, в диалог клинивается третий чувак, который говорит очень логичную и правильную вещь. Если для тебя кривая боёвка, ужасные море багов и костылей, это геймплей, то, видимо, ты кроме смуты ни во что не играл. И вот здесь у нас, наконец, начинаются замечательные аргументы в защиту геймплея смуты. Боевка, которая работает предсказуемо, не похожа на кривую. Что за странный аргумент? В игре кривая боёвка, потому что станы главного героя от ударов врагов слишком долгие. Во время схватки с несколькими противниками ты иногда ничего не можешь сделать. Кроме того, в игре кривые хитбоксы, выстрелы из оружия иногда просто так, без всякой причины, летят мимо врагов при фиксации на цели. Разве это предсказуемая боёвка? Реакция на нажатие кнопок тоже отвратительная. Как можно защищать такую боёвку, я не понимаю. Баги есть во всех играх. Пройти игру это не помешало. Тебе не помешало, а многим помешало. В интернете дофига видео, которое показывает количество софтлоков в этой игре. И оно просто зашкаливает. Да даже у меня, вот в предыдущем видео, есть пример, когда у меня не продолжался квест. Если тебе повезло такое не встретить, я за тебя рад, однако этого в игре дохрена. Геймплей есть, это просто факт. То, что такой геймплей тебе не нравится, не означает, что его нет. Хорошего геймплея нет в игре. Хорошего, нормального, того, которого мы ожидаем от игры. За который заплатили деньги. Ох, тут стало ясно. А то есть для тебя геймплей в игре есть, если после кнопки новая игра, надо что-то нажимать, тогда да. Он есть, но хорошим его не назвать, как и другие аспекты этой игры, к сожалению. Вы видите, насколько безнадежен этот человек. Это же просто пиздец какой-то. И он до сих пор никакого аргумента в пользу того, что вообще-то геймплей в игре действительно хороший не привел. Что, ну да, геймплей есть, он говно. Ты так настоятельно хочешь недостатки игры узнать, как будто бы они не очевидны. Кривой мир, в котором нечего делать, с которым никак не взаимодействуешь, в котором что-то как-то смотрится только в статике. Корявая боевая система и просто смехотворная анимация не заучит как плюс, потому что это минус. Диалоги, которые выглядят как в играх 2004 года. А теперь смотрите, как наш гений отвечает на эти уже разложенные по полочкам претензии. В игре нет открытого мира. Это крупные локации, которые имеют побочные активности в виде блок-постов, поиска сундуков, засад противника и наличие квестодателей. Абсолютно насрать на открытость мира. Проблема в том, что он не интерактивен. Поиск сундуков неинтересен. Придвигаться по локациям неприятно, потому что сделаны они криво, косо. Везде невидимые стены, застревают в корягах и так далее. И взаимодействие в этом мире только попить водицы из колодца. Собирать нечего, квестодателей в рандомных местах нет. То, что по локам разбросаны враги, которые иногда спавнятся перед твоим милославским ебальником, никак этот мир интересным не делают, потому что боевка всратая. Мир пустой, кривой и неинтересный. И вообще насрать, какая у него там концепция. Открытого мира или локаций? Про боевую систему нужна конкретика. То, что ты написал, не даёт никакой инфы, как её улучшить. Ты можешь сказать конкретнее, что тебе хотелось бы изменить в боевке? Классическая позиция. Критикуешь, предлагай, нечего предложить, не критикуй и кушай. Просто гениальная терпильная тактика. Я могу продолжить. Сделайте так, чтобы боевка была интересная и удобная. Всё предложил. Раскладывать по полочкам я не должен. У меня есть запрос на вашу работу как разработчиков. Его выполнять, потому что потом вы просите деньги за свой продукт. А люди, которые хавают убогую боевку и потом оправдывают её, мол, ну сам лучше сделай. Это, конечно, полный ахтунг. По диалогам уже анонсировано изменение, сценарий и переозвучка студии Бука. Про эти великолепные обновления мы сегодня с вами обязательно поговорим. Дальше уже там не так интересно. Спор идёт про то, какая могла бы быть боевка. Но в итоге чел, который пытался объяснить защитнику смуты, что игра, в общем-то, бездарный кау, просто решает закрыть этот бесполезный спор с фанатиком, отвечая безнадёжно. Пусть работают. Да вообще, честно говоря, я уже никому не верю и ничего не жду. Зачем я вообще привёл этот диалог тут? Ну, во-первых, чтобы половить рофлов с долбоящера-защитника такого высера, как смута. Но согласитесь, что тут надо обладать не только феноменально низким уровнем IQ, но и огромной смелостью, дабы публично всем доказывать, что в смуте всё нормально с геймплеем. Ну и во-вторых, для того, чтобы показать вам, нормальным, адекватным людям, почему Саверия Нова ещё работает над смутой, почему они выпускают обновления. Причём последнее действительно довольно крупное. Да, я сам в это слабо верю, но всё-таки, видимо, реально в этом мире есть такие люди, которые любят смуту, которые считают, что там нормальная боёвка и геймплей, которые, возможно, кайфуют с диалогов и сюжета. Это из-за разряда тех друзей, которых захуя в музее, я говорю, это на полном серьёзе. Помимо совсем занудых, есть и колеблющиеся оптимисты, которые всё ещё верят, что игра станет когда-то нормальной. Что её когда-то поправят, уже прошло 7 месяцев после релиза, а они всё ждут и ждут. Думаю, что со смутой будет как с No Man's Sky, что она восстанет из пепла. И восстали машины из пепла ядерного огня. Хотя я объясняю в каждом своём видео, в том числе и в этом ещё раз объясню, почему этого никогда не случится. Смута это не No Man's Sky, а Алексей Копцев, это вам не Шон Мюррей. Но об этом чуть позже. Я хоть и думаю, что основная причина продолжающейся поддержки оправдать освоение бабла, выделенного Ире, чтобы привлечь ещё больше финансирования, конечно. Однако это бы не получилось без дурачков, которым понравилась смута и дурачков, которые в неё после всего того, что случилось, до и после релиза, всё ещё верят. Так что кринж-парад продолжается. Выходит обновление, выделяются новые деньги на разработку. Реклама идёт полным ходом, даже вот тут какую-то сходку недавно провели. ТГ-канал Пекарни, которому точно никто не башлял за этот пост, рассказывает, что это был целый фестиваль под названием 1612, что участвовало в нём аж 3000 совсем не согнанных туда, а добровольно пришедших любителей истории и видеоигр. А онлайн-трансляцию смотрело ещё 350 тысяч вообще ненакрученных настоящих геймеров-историков. Если вы думаете, что таких не существует, вот вам пруф. Горелов, кто был первым царём династии Романовых? Михаил Фёдорович. Смутное время сильно ослабило Россию и... Показало силу русского народа. Кто выгнал поляков из Москвы? Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Откуда ты это знаешь? Мы ещё это не проходили. А вас, сударня, отъебать не должно. Большие города. Теперь давайте-ка языки в жопу засуньте, если вы всё ещё думаете, что в этом мире нет фанатов Смуты, тех, кто любит историю видеоигр без геймплея, то вы, очевидно, ошибаетесь. Кстати, я так и не понял, этот ролик был реальным стёбом над Смутой или такой скрытой виральной рекламой, сделанной на заказ. Но под постом креативщиков, которые её сделали, также появились защитники игры, которые говорят, мол, игру пилят и делают. И это не игра позорная, а обзоры на неё позорные. Короче, вы поняли, фанатов у игры целая куча, поэтому разработчики смело заявляют, что можно ожидать вторую часть Смуты. Это просто охуенно. А пока вы ждёте вторую часть, у вас будет шанс скоротать время в мобильной версии исторического блокбастера. Да-да, вы не ослышались, версия для мобильных устройств уже вышла и доступна на Android и iOS. Но перед тем, как вы зададите логичный вопрос, как же эта залупа будет работать на мобилке, если она на ПК нормально работать не может? Я вас разочарую, к нашему великому сожалению, это будет не порт оригинальной игры. Но погодите, сильно расстраиваются, потому что на самом деле задумка мобильной Смуты — это просто что-то великолепное. Это, внимание, визуальная новелла. То есть, вы понимаете, разработчики Смуты наконец всё признали и убрали из игры всё лишнее, кроме диалогов. Ведь всем давно понятно, что диалоги — это самый большой плюс игры. Теперь-то мы наконец-то получим настоящую Смуту, где нам часы напролёт будут вышелить эти прекрасные, издобренные старорусскими словами длиннющие диалоги, под которые мы сможем спокойно умереть, сидя на толчке с телефоном в руках. Я уже скачал этот шедевр, давайте попробуем с вами в него поиграть. Боя из заточения, юная девушка сбегает из дома и притворяется мужчиной. Но это же создание хаоса, ересь. Но её жизнь среди казаков омрачают погони, интриги и давняя тайна, цена которой — смерть. В русском царстве, славном государстве, жила-была девица-красавица. Выберите облик главной героини. Прелестно как вечер, чудесно как ночь, лучезарно как день. Ну, давайте прелестно как вечер. Извали её. Ирина? Блядь, Ирина, ёптвою мать. Нет, давайте шмару славно. Вы можете влиять на характер главной героини, делать её резкой, суровой, сильной, богатыршей или ловкой, смекалистой, красноречивой советницей. Она росла? Ммм, давай с сердцем смелым. Путь богатырши. И была у неё тайна. Такая, какую ни одна сказка ещё не ведала. Она была мужчиной. Выберите прическу главной героини. Ну, давайте играть, когда начнётся уже. Сойка, ворона и волга. Ну, давай Сойка. Пошла, ну же! Май 1612 года. Я снисывала в руках поводья, обругала неповоротливую клячину, осталась позади казаков. От резвых коней дрожала земля, пыль велась столбом. Мне осталось ищуриться, глядеть спины и надеяться на удачу. Опять не успею, всё добро растащат! Весть о польском обозе, шедшем неподалёку от нашего лагеря, прогнала сон. Раньше я стыдилась того, что отец называл разбойством. Но жизнь с казаками научила простой правде. Не возьмёшь ты, заберёт другой. Сходу игра сразу учит вас то, что надо забирать силой, и то, что вы считаете, принадлежит вам. Ветер бил в лицо, он норовил сорвать шапку, приходилось сильнее натягивать её, чтобы никто не увидел отросших волос. Косы, что мне прилип прежде, были с кулак толщиной. Нынче они крепко стянутые на затылке напоминали мышиные хвосты. Уже несколько месяцев никто не произносил моего настоящего имени. Отныне для всех я была Михаилом, юнцом, прибившимся к казакам. Давай по новой, Миша, всё хуйня. Я взвизгнула больно, ударившись о седло. Никого не засмущалось, что Михаил вяжет, как баба? Ай! Голос подвёл, зазвучал по девичьей. Я испугалась, грозно пробосила, подражая атаману. Мстишь, кляча, по рытвинам скатишь, чтоб бока отбить. Не пакости, злодейка. Ушибся, дурак. С конём болтаешь? Это Степан, какой-то мой друг. Интересно. А у Степана появится какое-то непреодолимое желание, влечение к нашему Михаилу со временем. Я вздрогнула, не заметив Степана. Он, как и полагалось, сотнику удержался дерзко. И бойко, будто ничего не боялся. Вредно, и снова надо мной потешаешься. Так, на этом с меня хватит. Ну вы же не думали, что я буду играть эту залупу и проходить её полностью. Однако, я готов признаться. Вот этот вот нетрадиционный ход с переодеванием главной героини в мужчину прям смело и прогрессивно. Надо бы постримить эту игру на Твиче, надеясь на большое количество рекомендаций и подписок разных экстремистов. Я гей, ха-ха. Судя по скринам, нам предстоит делать очень интересные и важные выборы в этой так называемой игре. Как я понимаю, эта игра просто древнерусская версия клуба романтики. Так сказать, для взрослых геймеров, любителей истории и переодеваний в противоположный пол. Ну какие мы геи, если я вот просто обычный рабочий, а Альберт, он инвалид по жизнему. Надеюсь, мы там сможем предаваться разврату, совратить Семёна, чтобы быть с ними прям как древние греки. Старорусский стропон где-нибудь тоже найдём, ну или выстругаем из дерева. Короче, ставьте лайк, если хотите полное прохождение этого шедевра, обещаю пройти полностью и сделать обзор. Клянусь, выполню своё обещание, прям как Сибирянова выполняет свои. Но давайте уже перейдём к самому важному, тому, ради чего мы тут собрались, а именно очередному, но при этом самому крупному обновлению игры под названием Смута 2.0. Видимо, это тренд такой у наших разработчиков в последнее время, а они думают, что приставка 2.0 — это прям спасательный круг, который точно поможет им выплыть из того озера говна, который они же сами насрали после релизов своих игр. Однако я в очередной раз попробую быть объективным и сразу скажу, это обновление действительно похоже на попытку исправить игру. А вот удачная ли это попытка, давайте разбираться. Итак, самое заметное, что было сделано в этом обновлении, были переписаны и переозвучены все диалоги игры. И тут стоит признать, уровень кринжа заметно упал по сравнению с релизной версией. Касается это в основном именно качество озвучки и актёрской игры. Думаю, никто не будет спорить, что качество озвучки и релизной версии было просто отвратительным. Голоса часто совсем не попадали в образ, актёры как будто не понимали, что, кого и при каких обстоятельствах они озвучивают. В новой озвучке всё стало получше, многих актёров заменили, в том числе главного героя, которого раньше озвучивал Алексей Ильин, не являющийся актёром озвучания. Который сам в интервью актёрской курилки заявлял, что ему так-то особо ничего не объясняли, не рассказывали, никакие картинки не присылали, просто предложили озвучить. Он озвучил нескольких персонажей без контекста, и его утвердили на главного героя. Кого-то там Минина, Пожарского, и я что-то, т.д. тэнс, он такой, а вот попробуй ещё вот кого-то, там, Милославского. Для меня Минин, Пожарский, Милославский, это просто через запятую, понятно. Просто мурфики. И типа ты такой, ну, это окей. Ну тебе, наверное, картиночки прислали, чтобы... Ничего не прислали, не-не, просто типа это... А здесь что? А здесь вон что, значит, чуть-чуть может быть. Ну и как бы этот... Ну, я просто записал на телефон, прислал, перевал, и всё. То есть, по его словам, вы уже можете понять, какое было отношение к озвучке изначально, в принципе, как и ко всей игре. На качество всем было положить огромный болт, лишь бы сделать и выпустить игру для отчёта перед Ири, чтобы люлей не наваляли. Как я уже говорил, многих актёров заменили, например, другой актёр озвучания у Пожарского, раньше его голос был просто кошмарный. Прибыли на медни немцы-наёмники. Отряд хоть небольшой, но справный. Теперь же он звучит получше. Не ждал я тебя так скоро, Юрий Дмитриевич. Главного героя, естественно, тоже переозвучили, и теперь он, слава богам, не звучит как гопарь. Смотрите, люди, а я думал, это шляхетская рванина денег просить будет. А он чего-то только ртом хлопает, как рыба. Не слишком нагло для инородцев. Это, конечно, простой человек, но это наш человек. Что ж, Сайберия Новая, моё почтение, попытка, конечно, неплохая, однако исправила ли переозвучка все проблемы диалогов? Конечно, нет. Да, почти все остальные проблемы диалогов остались. Кто-то там в группе ВК утверждал, что, мол, диалоги можно поправить, и как раз сейчас переписывают. И да, их переписали и переозвучили, однако если актёрская игра и качество озвучки действительно стали лучше, то качество самих диалогов, как и в целом сценарии игры, вообще никак лучше не стали. Диалоги всё-таки же графоманские, затянутые, унылые, полные неестественных речевых оборотов. Мы тут, батенька, вещаем, как на Старой Руси належало ни шагу в сторону западного и накословия. Господь упаси, а то, чего доброго мужа, ложцами обернёмся проклятыми. И будут нам глину окаянные ляхи месить от зари до зари. Бляха-муха, но никто так не разговаривает, это же просто отвратительно звучит. Короче, переозвучить диалоги переозвучили, но интересными это их не сделало вообще. Кроме того, появились явные сюжетные дыры и несостыковки. Например, Сайберия Новая решила переделать пролог и убрать из него всё лишнее. Инициатива похвальная, но реализация у разработчиков смуты осталась всё на том же уровне. Тяп-ляп, да и похер. Помните битву с поляками в начале игры, когда Ани Лос-Ласки и Кирша прибывают на Постоялый Двор? Там нас обучали местной боевой системе, которая, кстати, тоже получила апгрейд, но об этом попозже. В общем, там была стычка с поляками, которую решили вырезать. Думаю, это было сделано так, как в прологе было многовато не особо нужных сражений. И учитывая, как плохо в игре реализована боевая система, видимо, решили сразу новых игроков не пугать. В итоге вырезали и тренировочную битву с Киршей, и сражения с поляками. Вместо этого теперь один из постояльцев двора просит Юрия на них не бычить. Не трогай ляхов, Христом Богом прошу. Вы же уедете, а ляхи вернутся. Однако, когда мы прибываем к боярину Кручине, тот нас ругает за то, что у нас была такая стычка с поляками. Хоть её и вырезали из сценария. Слышал я, что ты по дороге с Ляшским разъездом сцепился. Ну, было такое. Кроме этого, в игре есть и другой момент, где Милославский прикидывается немецким солдатам, чтобы убедить врага свалить с нужной им территории. Мало того, что сама ситуация, когда два вроде бы немецких солдата говорят друг с другом по-русски с дурацким акцентом, уже показывает гениальное качество и реализм сценария. Так ещё в одном моменте акцент у Юрия пропадает, а потом возвращается. И вот это всё разрабы в своём посте назвали более логичным событийным рядом. Что ж, отличная сценарная работа, большое внимание к деталям Саверия Нова, хвалю. Мы перепишем диалоги, всё исправим, да-да. Однако качество сценария всё ещё полное дерьмо, и вы не смогли уследить даже за такими мелочами. Я не стал выисклить, где там ещё и сценарные несостыковки. В первую очередь потому, что это будет стоить мне слишком много времени и страданий. Сценарий игры всё ещё очень унылый, тягомотный кал. Как вы понимаете, хоть разработчики пообещали убрать из миссии всё лишнее и занудное, но обещания, конечно же, не выполнили. Ведь тогда бы им пришлось убрать нахрен всю игру. В общем, с диалогами разобрались, но это не все изменения, которые выкатили нам в обновлении Смута 2.0. В том же самом посте Саверия Нова с огромной гордостью сообщили, что они доработали и геймплейную часть игры, а именно, улучшили стелс-составляющие, миссии в режиме скрытности стали прозрачнее, а противники умнее. Кроме того, с барского плеча была улучшена боевая система, схватки стали более динамичными, жёсткими и реалистичными. Хер тебе в рыло, сраный урод! Ну что тут я могу сказать? Стелс остался таким же бесполезным, отвратительным, рудиментом игры. Он абсолютно неиграбельный, и всё ещё кривой и сломанный. Если под более умными противниками подразумевается, что вас стали быстрее замечать, да. Но это, конечно же, снова обычный, совершенно дурацкий костыль. Если вы думаете, что враги реагируют на какие-то звуки из кустов, когда они видят персонажа, и идут проверять, кто там лазит в кустах, забудьте. Противник вас видит и слышит, только если вы прям перед ним джигу-дрыгу выплясываете. Теперь просто, чтобы не мучить вас с кривожопым стелсом, вас сразу палят за пару секунд, и вы вынуждены вместо того, чтобы истелсить, сражаться с противниками. И вот тут мы переходим к боевой системе. Что ж, я готов снова признать прогресс. Если раньше боевая система была кривая, сломанная, тупая, скучная и душная, то теперь она просто тупая, скучная и душная. Да, снова мало что поменялось. Однако ее постарались сделать легче стандартным, простым костылем. Враги теперь меньше дамажат. Из этого вы можете победить, даже несмотря на всю тупость и душность боевки. Даже при схватке с несколькими противниками. Но на этом как бы все. Сама боевка все еще отвратительно играется. Она медленно неотзывчивая. Герой все еще уходит в стан нам на целую секунду, когда по нему попадают. Просто враги теперь меньше спамят атаками. Сами бои все еще медленные и вообще неинтересные. Каждый раз, когда ты с кем-то сражаешься, ты ждёшь, когда же это закончится. И да, я вижу, что попытались как-то поработать над хитбоксами. Стало чуть лучше, но они всё ещё кривые. И уж, конечно же, вообще не идёт речи ни о какой динамике боя. Её тут просто нету. Это самая уебанская и скучная боёвка, которую я только встречал в играх. А те, кто орёт про её реализм, мол, она такая медленная, потому что реализм, понимаешь? Это меня прям вообще забавляет. Был бы реализм, враги бы с одного-двух ударов падали, и не надо было их ковырять по минуте. Короче, тут всё ещё плохо, с Авериного, конечно, попытались, но у них ничего не получилось. Впрочем, ничего нового. В том же пресловутом посте разработчики утверждают, что улучшилась производительность и графика. И вот это уже прям откровенное враньё. Изменений в графике я вообще не заметил. Она была в принципе нормальная, если говорить про статичную картинку. Анимация игры портит очень впечатление. Но да ладно, графике у меня было меньше всего претензий и на релизе. Но вот оптимизация лучше точно не стала. Напоминаю в очередной раз, у меня 40-80, я играю в 4К во все игры. И смута в 60-х FPS у меня не работает, даже с включённым DLSS. Даже на балансе всё равно есть постоянные просадки до 40-50. Причём раньше, если меня не подводит память и не началась деменция из-за того, что я слишком часто играю в смуту, у меня вроде бы на этих локах просадок не было. А уж некоторые катсцены работают вообще еле-еле в 30, а иногда еле-еле в 20 FPS. Вот это меня реально удивило. Так что оптимизация стала не лучше, она стала хуже. И вот мы с вами приходим к тому же самому выводу, что и во всех моих предыдущих видео про смуту. Я не буду отрицать, разработчики реально что-то делают. Да, обновление 2.0 действительно самое крупное и заметное. Предыдущие обновы практически ничего не меняли, а тут был сделан шаг в сторону от изначальной дешевизны и халтурности проекта. Диалоги зазвучали менее кринжово, боёвка ощущается менее криво. Однако общую картину это совсем не исправило. Игра всё ещё скучная бегодня от одного унылого и долгого диалога к другому, между которыми вас пытают отвратительным, плохо работающим стелсом и чуть лучше работающей, но не менее отвратительной боевой системой. Сценарий игры беспросветно туп, как и главный герой. Новая озвучка ему вообще не помогла, он всё ещё вызывает какое-то отвращение. Его посылают проследить за ополчением, а он почти сразу встаёт на его сторону, предавая того, кто его растил. При этом ведёт себя с польской женщиной, как настоящий древнерусский куколт и готов предоставить ей своё лицо вместо стула или туалета. Несостыковочка какая-то. Всё, что я говорил в своих предыдущих видео, остаётся в силе, если разработчик не обладает талантом и целью сделать хорошую игру. Какие бы обновы он не выпускал, как бы не гордился он своей работой, у себя в постах это ничего не поменяет. Игра так и останется плохой. И никакие скидки ей не помогут в том числе. Да, кстати, если что, игра спустя 7 месяцев после релиза получила огромную скидку. Вместо 2000 рублей до 25 ноября она стоит всего 400 рублей. Бля, после этих слов меня точно начнут обвинять в рекламе смуты, я прям уверен. Но на самом деле, к чему я заговорил о скидке? Сдаётся мне, что у игры такие огромные продажи, она настолько успешна, что разработчики решили не дожидаться нового года и выкатить скидку аж в 80%. Ubisoft тут нервно курят в сторонке. Однако одно мне в этой игре очень нравится. Она помогает создавать рофельный контент для моего канала и радовать им вас. Так что продолжаем следить за новостями смуты, ждём вторую часть и новый контент. А вы, если вам понравилось видео, естественно, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, если вы ещё не подписаны. Напишите что-нибудь в комментариях, что вы думаете по поводу всей этой великолепной ситуации и нового обновления. Ну и приходите в Телегу и Твич, мы постоянно общаемся в комментах и во время эфиров. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. С вами был Марадёр 120 Гигабайт. Играйте только в хорошие игры и до встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok